Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Бисквит и мы продолжаем проходить сталкер поиск. В предыдущей серии мы совершили день гнева убив, если я не ошибаюсь, шестерых или семерых человек и найдя флешку с кодом дешифратора. Теперь мы идем к гене-хакеру, чтобы забрать КПК Харона. Привет, нашел я флешку с активатором? Нашел? Здорово, давай ее сюда. Нет, Ген, она тебе не нужна. Мне нужна. Стрелку тоже нужна. И ПДА Харона, что я тебе давал, верни. Стрелку? Вернулся? Понял, молчу-молчу. Бери. Удачи тебе, Слава, и тебе удачи. Так, ну и теперь, по всей видимости, мы отправляемся обратно к Карпову, к тому самому, который на ЧС-2 стоит. Ах, да, я в предыдущей серии нашел нож-стрелука, который я в самом начале игры не подобрал. Так что теперь можно патроны не тратить, разбивая всякие ящики. Сейчас мы на всякий случай пойдем возьмем парочку аккумуляторов, хотя... По-моему, мне уже станер, наверное, не должен понадобиться, хотя... Не знаю, если честно. О, смотрите, все. Пацан... А, нет, смотрите, пацан еще не перегрузился. Так, ну все, направляемся на ЧС-2. Так, все, включу и сразу же на ЧС-2. Так, все, я прибежал к нашему товарищу. Так. Привет, дружище, флешку я добыл, генерал. Бергера пристроил. И на всякий случай КПК Харона прихватил. Харона? Слышал про этот КПК? Думаю, тебе лучше оставить его при себе, а флешку давай, передам призраку. Ты все свои дела закончил? Кто такой Кукс? Кукс, мразь, предводитель шайки мародеров. На агропроне где-то у них логово. А в чем дело? Хочу попроведать его. Есть у него предмет, который ему... Который ему как черная метка. Заканчивай все и возвращайся, я пулей. Ебать. Серьезно? Баль, серьезно, мне надо будет... Бежать. Охуеть. Сограпром опять началась? Биться можно. Так, Кукс. Кто такой Кукс? Я что-то не помню такого, если честно. Ой, фриз. Вот честно, я что-то такого не могу вспомнить. Кукс, 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 Кукс. А, блин, засосала. Ох, нихера она сносит. Фу, нормально так. Я еле-еле через эти БТР прошел на... Саркофаги, которые, помните, стоят? Еле-еле через них просочился. Так, Кукс. Дик ты сюда, мразь. Я ради тебя такой путь прошел. Так, ты у нас... Вот в этом короле, да? Вот там-то у нас. Ну, всех братишек, походу, покрошили. Смотрите, сколько трупов. Офигеть. Так, Кукс. Товарищ Кукс, где же вы? Возможно, вот где-то выше. Так, функционалы там. Мы их разматывали, я помню. Так, тут тебя нет. И где же ты можешь быть, Кукс? Я, конечно, все понимаю, но... Но где ты можешь быть? На крыше? Хотя, смотрите, у нас... Ни контактов, ни хрена. Лоу. И что? Есть такая инфа, что... Если парня нет на КПК, а он где-то здесь, то он где-то в подземелье. И, кстати, мне этот почему-то вариант кажется более... логичным, чем... Опа-опа. Опа-опа. Кого? Вот это херово. Хотя, бандиты, что они мне сделают? Эт, бандиты обычные. Вон. Ой-ой-ой. Это бандиты и просажены FPS. А я смотрю, вы на меня очень сильно получились, просто, после того, как я вашего батька-убилка-втюра, да? Вы на меня очень сильно обиделись. Оп, смотрите, как у нас три контакта. Кто? Сталкер. О, смотрите-ка. Что-то сталкеры какие-то злые пошли. Кучка трупов. Кстати, я их не трогал. А, это бандосы. Точно. Те самые бандиты. А, да-да-да, парень. Твой калашников сделает мне очень больно. А с кем они воюют? Смотрите, явно они только со мной. Не, они явно... Оп, смотрите, что это такое. А, венгарский огонь, или как он называется? Да. Тойники из тревука, парень. Ой-ой-ой-ой. Как ты меня... Ух ты, блядь. А, ну всё, готов. По ноге получил и выпал. Так, кисель, понятно. Оп. Пожалуй, обратно. В них можно просто влетать. А почему он... Я не понимаю, что он одиночными стреляет. Или это я туплю? Это просто фпс тупит. Это просто фпс выделывается, поэтому я не могу стрелять. Да что такое? Блин, ну они на ДХП не наносят урон никакой, но... Я себе, блядь. У меня гранаты есть? Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, гранат у меня нет, к сожалению. Ладно, тогда я с ними так разберусь. Так. Кто шо такие? О! Неплохая компенсация, я считаю. Так, вот это ковцюра. Ку-фу, кукс, господи. Э-э-э-э-э. Отлично. Оп. Стоп. Стойте, стойте, стойте. Я что-то видел. Так. Патроны на каваж. Опа. Не помешает. И там уже сломанный ящик. Ого. Смотрите, с чем они были, а? Какие дерзкие. Так, ну и что получается? Обратно к этому бежим. Ну, по-видимому, потопали на ЧАЭС. Хотя выйдем отсюда, ибо мы можем... Так. Подзем. Повоюем еще на запись. Как выйдем. Сразу же пойдем отсюда. Или можно и, в принципе, и не воевать. Только... Ох. Блин, они как-то, смотрите, вооружены неплохо так. Вроде как. Могли бы даже... Хотя, с другой стороны, зачем мне на здоровье артефакт? У нас... О. Кровотечение. Вот это можно взять, на самом деле. Единственная отдельная штука, которая... Может нам понадобится, это... Артефакт, как ты называешься? Будем вспоминать. Слизь. До свидания. Там есть выход? Просто интересно. Ну, по-моему, в прошлый раз там выхода не было. Помните, когда... А, или это апокалипсис был, не помню. Чё-то забыл. Ну, выхода здесь, по крайней мере, не видно. А, да. А, нет, подождите, стойте. Это не тот люк. Вот тот самый люк. Да. Переход есть. Ну и слава богу. Так. Я считаю, что... Нужно наведаться в бар и починиться. А потом мы, собственно, пойдём. Пойдём... По нашему главному назначению. Так, готов. Всё, уходим, 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 уходим. Так, тихо, тихо. Тихо. Пацаны, да можете свою тревогу врубать. Мне вообще по боку, если честно. Ой, 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 ой. Чуть не влетел в гравитационную аномалию. Отлично. Отлично. Так, надеюсь, ты не рабочий, братю. Да, ты не рабочий. У тебя ствола нету. Чуть не влетел. Смотрите. Я сегодня довольно-таки везучий. Да, то, что нам надо подчиниться, это определённо. Что же я карту включаю? У нас тут... Проблемы с костюмом небольшие. в общем как будем баре я думаю хотя честь избежать с другой стороны что мы еще будем прыгать потом я это буду нарезать бежать-то особо нечего да давайте сохранимся здесь я боюсь этого туннеля уже сколько раз я здесь всякое дерьмо влетал ой-ой-ой-ой как жестко обожаю эту туннельчик об просачиваемся сквозь стену в стиле гарри поттера но владели фпсик какая-то проблема действительно существует со сталкером что о и что произошло простите меня вот такой дерьмище части часто бывает знаете когда когда я нажимаю и вот вы встречаете надпись перейти на другую локацию нажимаю нет найти все здесь уходит смотрите я нажимаю нет не перейти и упираюсь в итоге в такую стену как будто бы вязку какую-то и в итоге на поднимается вот так вот бешен уровень радиации и не знает скорее всего на дело уже достраивали все это дело за урус понял как сделать так чтобы люди не падали под карты просто так для ком не еще болен если честно вот мод действительно классный то есть я уже примерно концовку знаю потому что она довольно предсказуемая вот но несмотря на все это довольно таки прикольный мод то есть и я вам скажу что он сложнее чем апокалипсис это я могу сказать на сто процентов потому что стрельбы здесь намного больше здесь также больше беготни не говорю про например ненужную беготню ну вот например путь от кордона аж нас аж на час то есть это довольно таки долгий переход поверьте мне но он занимает довольно много времени ты успеваешь расслабиться и заскучать но после того к тебе бежал на через кордона тебе дают довольно интересный квест который разбавляет все то что ты набегал так скажем а вот в долгий философия войны говорят что там вообще стрельбы очень мало и основной упор сделан на какое-либо исследование локаций ой 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 мэрлин мэнсона 5 так парень ты здесь вообще не в тему мне уже на одно видео потушена кто достаточно дома меня смотрит поймет видосик был потушен у меня еще давно где-то год назад и у меня на него повесили десять наверное совпадений и вычисли мэрлин мэнсон sweet dreams песня поэтому вы смотрите там товарищ аниме показатом стоит так надо пожрать так так вышел что ты мастер аптечек у тебя парочку возьмем научный так и не научился продавать да тщательно так попрощаться я зашел ярмов понятно ты не серчай брат что пришлось на тебе использую зато видишь налаживается жизнь сталкеры я про настоящих зону потянулись корпорация хвост поджал военные натюков чистят нормально все не переживай прощаем о такси экспресс господи боже спасибо такси экспресс до припяти это всегда хорошо о посмотрите мы на базе поиска прикольно так ну и отсюда валим на этот начались я так понял а чё сразу начались меня было это тяжело доставить ребят ничего так жестко со мной так надо вот это посмотреть там до сих пор квест висит найти пропавшего бойца никанова но гей богу одни камер прости меня обратно вот не до этого своих дел по горло смотри в какое дерьмо мы вляпались зайдя за рацией 11 серий назад или 10 зашли называется за рацией такое дерьмо на голову славину свалилась я думал он его не скоро забудет так может здесь просочиться ах да точно ах то что такое забери меня давай отпусти отпусти отлично научную то умеете научную на пересчет уже все три штуки осталось так я надеюсь мы за сегодня закончим поэтому я остановлюсь и добегу хотя посмотрим можно что-то будет ждать но к цичи с нет нас ничего не ждет поэтому мы жим карпову или как там его зовут и включаемся готова карпов или как он тебя зовут да я свои дела закончил от призрака есть новости генерал есть стрелок вернулся теперь призрака то встретиться с тобой зайди в первый телепорт ну наконец прощай генерал первый телепорт говоришь ну чтож мы готовы я думаю да погнали и вот он призрак привет или нашел тебя призрак все ноги до задницы стоптал в поисках тебя зря ты нашел меня слабым доктор говорил что ты настырный но он ошибался ты не настырный ты упертый хочешь вернуться в свой мир знаешь какие у тебя шансы хочешь покажу чем это может кончиться для тебя с вероятностью 50 процентов пугаешь предупреждаю повернись посмотри повернись посмотри сама подумай куда посмотреть ебать сидорович смотри сидорович реально поляне сука гандон ублюдок ты меня напугал фу блин происходит хуя себе поставить текстуру вместо сидоровича с коробок сделан по-видимому все призрак что это было мавзолей сидора это был бункер сидоровича и сам сидорович когда он пытался сбежать арестом активировала имена и синхронизатор ремезов обещала ему что при активации произойдет блокировка его бункера и перемещение себя в пространстве на приличное расстояние ремезов ошибся он мне потом объяснил что случилось я понял только то что пространство бункера разделилась в одном временная координата сдвинулась в другой просто откатилась до нуля всегда недолюбливал физиков знаешь кто самые страшные люди на земле физики от них все беды все еще хочешь попытаться вернуться да ну ты упертый ладно слушай отправляйся саркофаг там куда проецировалась иллюзия монолита тебя будет ждать стрелок не тот которого ты знал наш стрелок он тебе скажет что нужно сделать сделай как он скажет у него есть опыт перемещения между пирами ну удачи тебе прощай призрак перейти что же пойдемте итак мы видим стрелка на карте я кажется понял помните мы видели стрелка мы видели стрелка то есть стрелок видео сам себя это скорее всего был стрелок из этого мира почему-то мне так кажется хотя я могу ошибаться куда нам теперь я не помню где этот проход если честно я запутался в этой локации как и в x10 я знаю только x16 x18 так по-моему вот сюда да замечательно сейв стрелок замечательно аномалия аномалия неважно а нет не аномалия думал что что здесь аномалия какая-то ладно бывает так я там перепрыгнул по моему должен если через хоро на этом перепрыгивал опа да замечательно так ну насколько я знаю ребят то надо сделать вот так то есть так это вот так то есть все поскидывать надо короля нет вот это все в топку от даггера я кстати так не выкину потому что даггер не выбрасывается к сожалению так это мы выпьем да смотрите у нас такое оружие оно не выкидывается вот так вот и все эти артефакты они мне тоже пригодятся в дальнейшем так я надеюсь я все это потом найду ой 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 так ну и все собственно подходим ну здравствуй славан меня прислал призрак знаю ты твердо решил попытаться вернуться или может не будешь рисковать и останешься в этом мире я своих решений не меняю тогда слушай внимательно во первых ты должен оставить все что ты нашел в этом мире здесь может это и не обязательно но думаю не помешает во вторых я дам тебя и синхронизатор когда встанешь в центр проектора в бункере управления он автоматически активируется дожди срабатывания и если тебе повезет ты окажешься в своем мире все понял да винтовку то оставь ты ее с собой принес ну удачи stalker погоди стрелок а с тобой что случилось не расскажешь хвалиться особо нечем вернулся в зону летом 13 года хотелось и дорастую свои забрать в бункер хрен попадешь поговорил с доктором с ремезом ремезом не рассказал про временная синхронизатор и решил я добыть его не слов понимаешь ли сидора вытаскивать собирался а понятно ремезов сказал еще об эксперименте на янтаре и этом все живое погибло кривым импульсом блин разделила психо и сом его времени те кто попал в поле рассказал рассказал про фигню с техника которая прошла через цикл асинхрониза асинхронизации синхронизации вроде как псевдо жизнь получается не поверил в припяти сунулся к машине перемещения а она по мне огонь открыла перехитрил я ее забрался вовнутрь флешку вытащил ну и на станцию рассказали мне иногда можно было на станции попасть на время замороженный бункер сидора флешка была в приборе а когда проходил через центр управления асинхронизатор активировался вокруг капс стреляют меня а мне хоть пухны перебил их бац опять в центре и опять апсы и под цикл по замкнутому кругу пока призрак флешка мне не подкинул и записку что сделать да в общем виноватым назначается сидор ведь надо было время штурма всю станцию обшарить добить апса надо было да не был выход из на станцию 2 ну ладно прощай стрелок до встречи так но это мы пожалуй меня настораживает если честно его вот этот вот его слова оставить с собой все что ты нашел в этом мире может действительно какой-нибудь дерьмо то я попросту не смогу вернуться в свой мир но мы постараемся так все забирать так артефакты ой 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 выкинул что-то колобок так это все было надета на мне что а временная синхронизатор так да вот все так и было так теперь доберем все что лежит здесь особенно патроны на станет но я не думаю что мне уже так много патронов где-нибудь понадобится так ну нас его нету поэтому можно выкинуть собственно так ну все пойдемте так теперь нам надо идти в комнату управления монолитом насколько да я думаю нам в принципе всего хватит комната управления монолитом обратно не упасть ну-ка выложите а нет тут лестницы хотел спуститься как а похер мы знаем что тебе ничего не будет стрелок фуст 3 локс ворон в общем-то нам стрелок все объяснил теперь понятно почему мы видели самого себя в конце апокалипсиса просто в этот самый момент стрелок из этого мира запустил временный асинхронизатор здесь это все произошло в то время когда стрелок из старого мира из нашего настоящего мира он был саркофаге и расстреливал там апсов все более или менее теперь стало понятно так подождите мне надо вот по этому звуку кому сориентироваться или нет никак не могу запомнить где же это все-таки лестница должна находиться что-то я вы пропускаю и вот вот она да как мы помним он издавал радиопомехи в нашем мире так ну он говорит что существует некая опасность перемещения между мирами что мы можем не то чтобы погибнуть но остаться в таком же стремном состоянии ящика как и сидорович конечно он меня напугал напугал причем довольно сильно из меня вырос много-много-много плохих слов господа очень много плохих слов нет мой может за пика хотели знаю ибо в киберлильке делать не так то просто не для монтажа так пойдем сюда да еще охладно скажу уже в конце прохождения так нам сюда 8 давай давай сука мы сделаем это давай нет стоп нельзя 3 2 1 ну 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 да ладно не уж не получилось ладно воу-воу-воу-воу-воу что за херня что мутанты опять какие-то ты тут взялся ой то что все желтое такое а мои глаза пойдемте вперед есть контроля как я тебя видеть да у нас получилось ребят да мы вернулись мы вернулись все наружу наверх уходим так замечательно у нас все все осталось это мы по сюжету мы должны были все оставить никто не говорю о том что нельзя хитрить возвращаемся для надеюсь что мы попали именно в свой мир а не в какой-нибудь другой потому что такое может быть я рассчитываю на последнюю серию итак выходим в саркофаг да мы вернулись мы вернулись вот те самые радио помехи мы здесь мы сделали это все теперь нам нужно уходить и первым делом мы должны спасать свою группу срочно спасать ибо они должны остаться в живых спасать даже такой ценой переломанными ногами и низким кровотечением при падении с пятого этажа все так давайте патронов у нас более чем достаточно костюм у нас есть и сейчас мы выйдем и я думаю я выкину вторую севу свою я не знаю зачем я его покупал смотрите бинты это все что я здесь скидывал смотрите и нож мой это все что у меня забрали вояки и финка да это все мое итак момент истины момент истины и 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 короче я разобрался надо было тут рацию просто подобрать и тогда скрипт я уже че только не делал все идем вверх мне дался квест бой в припяти сейчас мы навешаем а вот просто я та рацию не носил с собой всю игру вот поэтому она у меня здесь лежала на него подобрать и отдать ярославкина так ярославкин надо все это делаю очень быстро и оперативно очень очень получилось я водку принес получилось я вернулся за тобой что черты гоняются вадим вот тебе рация рабочая делай что хочешь ври немцы напали америкос инопланетяне да убираться шишка на обеспечить пару картушек детскому саду в припяти группу мою вот-вот уничтожит спокойно все сделаю спасибо капитан да сбок еще свидетелься все кабанчиком валим в детский сад просто очень быстро вот про что говорил ярославкин когда мы с бешеными глазами выбежали исчез на следующий день вот этот день тот самый день когда группу поиск уничтожили это у нас 23 августа 2012 года а ведь кпк не врет смотрите-ка господи старый мир тот мир который мы знаем и который мы видели всегда ну что мы спасли один мир мы спасли одну реальность а теперь мы идем спасать свою реальность спасать именно для себя а труп посмотрите тем кто остались что может груза лица нет слова не так груза ли ты мне собственно не нужен мы уходим отсюда мы уходим в детский сад в припяти так так все валим быстренько 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 так детский сад где что у нас находишься я уже не помню детский сад вижу тебя так летим куда-нибудь да естественно как же без этого влететь в эту аномалию это просто для меня уже не знаю традиция какая-нибудь все уходим так детский сад детский сад детский сад группа поиск надеюсь мы успеем надеюсь что мы подойдем вовремя это не успеет погибнуть не акции которых я собственноручно уничтожу где выход со стадиона вот не мог он идти не акции которых я уничтожу собственноручно не наша группа наши друзья а здесь есть и звучание поля здесь только электро есть все что громко да она работает на почему все так не кстати например этот небольшой тупик ну ладно мы так обойдем умный в гору не пойдет умный гор обойдет ведь так мне кажется что да итак момент истины детский сад уже не за горами итак а почему вот это хуёво что на карте никого нету так ребята они были на втором этаже скелеты были на втором этаже начнут туда и надо убежали вот он вообще не тот корпус по моему вообще не тот корпус что-то пришел так давай 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 пишите запутанно в этой припяти а есть лестница почему на карте никого нету почему фух ребята здорово пацаны о объявился не пыли не пыли апокалипсис апокалипсис рядом что будем делать с вами их стволов 100 не меньше а вы что порешали патроны есть но мало выгреблю у каша весь запас 45 калибра а пропустить мимо себя такую группу нельзя решили будем воевать хорошо звериная ярость к противнику и холодное презрение к собственной жизни начинаем отлично надеюсь вертолеты подойдут вовремя скелет все еще здесь лежит надеюсь итак господа мы вас ждем ох не уйдем отсюда ребята остальные где ох апсы не ожидать они отапсы ожидали апсы ожидали как мы помним из кпк номера 7 они понимали что группа поиск ждет их детском саду они это отлично знали но они пошли со ставкой на то что группа поиск не начнет глупить и не станет лезть на такую огромную армию чтобы выразиться даже и так вертушки отлично где остальные замечательно ох апокалипсис и ох агребают я вообще ходячих целей не вижу любить 5 скрипт если делать ни хера себе ого не шутяток вон вижу их так что у нас тут с той стороны идут что-то я эту сторону внимания не взял если честно это я это я да что ж ты делаешь мерк то а мерк так блочные ай аптечка 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 зашли в детский сад суки что ж вы лезете займите позиции вот то что ты перебили всех что вылезали как ненормальные на тебе в борщ на тебе в борщ самих тут шесть скелетов нашли пять так так я занимаюсь блин и замечательный так на улице я не вижу целей значит они либо в здании либо по тому флангу ну сказали движущий сейчас со стороны чаяс они двигаются на другой стороне ну товарищ апокалипсис где ж вы все подсказывает что кто-то очканул очкота жим-жим а нет забудьте забудьте про то что я говорю про очко жим-жим так quicksave замечательно придется начинать с самого начала мне этого не очень хочется при в в отлично а станет все так же в бункере у ситровича да лежит то есть мы в принципе можем его забрать да что ж такое то блин как же неудобно без прицела прикольно но неудобно вот ебать паать все же так пугать один здесь и витязать один чек по новому случай почему вертушки не работают На улице есть цели. Почему вертушки бездействуют? Ярославкин, что за херня? Так, похер. Берем уже все, что можно. Где? Вертушки. Апокалипсисы. Где все? Все. Заняли позицию, я один должен бегать защищать. Отличный паст. О, смотрите, пошел. Это кто у нас такой? Я не часто не увижу, кто это такой. Готов. Чисто. Да, что-то будет долгий бой. Хотя потому, что эту группу потерянную надо еще и найти. Облазив перед детский сад, по-видимому. А, вон еще, смотрите. По этому флангу может занять позицию в этом корпусе и отбить их уже непосредственно отсюда. Хотя смысл, а так вот один забылучий был. Одна потерянная душа бегала. По идее, это последний был. Больше я никого здесь не вижу. Вроде все. Готово. Всего-то надо было одного человека убить. Который попал в разряженную электру. Фух. Ну что, наша задача выполнена. Группа поиск жива. Апокалипсис отбита. Пара на базу. Ты чего так застрял на станции? Водку поди с Ярославкиным и жрал. А все равно не поверите. Контролера был готов как брата родного рассоловать. Пошли уже. Все. Уходим. Не так понял. Нужно будет двигаться за ними. Так. Дакер на изготовку. Кто знает, что нас там еще встретит. Потому что, видите, они бесстрашные. Так вот, о чем же я все-таки хотел вам сообщить. В свободное время от какого-то боя, от какого-то сюжета. Пока мы просто бежим спокойно на базу со своей группой. Я бы хотел вам сообщить, что у нас появилась группа ВКонтакте. Ссылочка в шапке группы или в описании. Кто хочет, пожалуйста, вступайте. Кто не хочет, не вступайте. Ну вот, собственно, и прошли мы вот поиск. Ну, конечно. А, нет, смотрите, пойдет через парковку. Я думаю, еще полезет прям в электро. Ну, прошли, конечно, даже еще не полностью. По-любому, с ними надо будет поговорить еще на базе. Я не знаю, сколько такими темпами мы будем идти. Поэтому включимся сразу на базе. Итак, мы прибыли. Прошло, если не соврать, минут шесть, наверное. Но в итоге мы уже на базе. Круппа поиска. Что там у вас происходит? Вся зона на ушах стоит. Все хорошо, Бармен. Все хорошо. Ну, что встали? Да вот, немец сюда летит. Сообщил, контракт есть. Какой-то иностранец, Бергер его фамилия. Хочешь, тут наша группа нашла каких-то парней. Большие деньги платит. Я так думаю, Бергер в этом большую забубенную бубку вокруг шеи, чтоб подворотничок не тер. Без нас обойдется. Ну, вот и все, ребят. Хороший задел на следующую часть трилогии под названием «Долг, философия войны». Вот, как раз таки у нас полный список. Так что мы с вами, я думаю... Нет, я ничего не думаю. Я вам скажу только то, что пока что мод поиск, да, СРА, я не знаю, как это читается, если честно. На латыни, по-моему. Вот, что пока что это самая лучшая сюжетная модификация среди всех сюжеток Сталкера. Почему? Ну, вот серьезный сюжет, это первый сюжет, который мне действительно понравился. то есть и сделан он с какими-либо такими, знаете... Я не могу подобрать слова. В общем, хороший сюжет, скажем так. Ну и возьмемся за третью часть. Я не знаю, давайте сделаем перерыв. Денька в 3-4. А потом возьмемся уже за следующую часть трилоги. Также напомню про группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. А с вами был Бисквит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если вам понравилось, конечно же, оставляйте комментарии. И до встречи в новом прохождении. Всем пока.